То ли новостей перебрал, то ли вина в обед. Только ночью к Сергею пришел его воевавший дед. Сел на киевскую табуретку, спиной заслоняет двор за окном. У меня, говорит к тебе, Сереженька, разговор. Не мог бы ты, дорогой мой любимый внук, никогда ничего не писать обо мне в фейсбук. Ни в каком контексте, ни с буквой Z, ни без буквы Z. Просто возьми и не делай этого, просит дед. Никаких побед моим именем. Вообще никаких побед. Так же он продолжает. Я был бы рад, если бы ты не носил меня на парад. Я прошу тебя очень. И делай это так рукой. Мне не нужен полк. Ни бессмертный, ни смертный, Сереженька, никакой. Отпусти меня на покой, Сережа. Я заслужил покой. Да, я знаю, что ты трудяга, умница, либерал. Ты все это не выбирал. Да ведь я-то тоже не выбирал. Мы прожили жизнь тяжелую и одну. Можно мы больше не будем иллюстрировать вам войну? Мы уже все, ребята. Нас забрала земля. Можно вы как-то сами? Как-то ужас с нуля. Не нужна нам ни ваша гордость, ни ваш потаенный стыд. Я прошу тебя, сделай так, чтобы я был наконец забыт. Но ведь я забуду, как в русском музее мы искали девятый вал. Как я проснулся мокрый, а ты меня одевал. Как читали пришины, как искали в Атласе полюса. Как ты мне объяснял, почему на небе такая белая полоса за любым самолетом. Как подарил мне увеличительное стекло. Ничего, отвечает дед, исчезая. Тебе ведь и это не помогло. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. И спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Хатарковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальные сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами.